1353 год воцарился на Москве Иван Красный, надо о нем поговорить, но он немного правил, это князь Москвы, соответственно правитель России, так скажем. С 1353 по 1359 год, и с 1555 года он также добился, что он был князем новгородским. То есть, хотя до того была республика, о которой я рассказывал, примерно с середины XIV века, как правило, московские князья добиваются, что их выбирают также и новгородскими князьями, или навязывают это. Красный на Владимирском языке, который господствовал в Москве, это означает красивый, поэтому спорят, почему его так назвали. Вероятно, он был красивый внешне, фотографий, конечно, не было, мы судить не можем. Либо это было, допустим, время его рождения, то есть он родился на Красную горку, то есть на следующее воскресенье после Пасхи. Красный тоже в любом случае тут означает красивый. Имя у него, скорее всего, по Иоанну Лествичнику, то есть Иван Красный. Он был длительно, в общем, помогал своему отцу Семену Гордому в правлении, то есть участвовал. И отец у него умер от чумы, как раз в 1353 год. Чума, о которой я уже отдельный клип делал, она дошла до Руси, она очень сильно там в Новгороде рассказывают, поскольку это был крупный город, там полгорода умерло. Киев, Псков и так далее, и в том числе умерло практически все руководство московского княжества, то есть умер его отец и умерли почти все его братья. Поэтому, хотя полагалось разделять княжество между детьми, практически все княжество московское, оно так и осталось Ивану Красному, потому что некому было наследовать, только он один выжил во время чумы. Он отправился в Орду, получил от Джанибека там ярлык на великое княжение, при этом ярлык оспаривал Константин, как и в предыдущий раз, суздальский князь Константин Васильевич. И, как и в предыдущий раз, когда назначали Семена Гордого, все князья периферийные начали жаловаться, соответственно, на Москву, что Москва их обижает и так далее. Это они традиционно делали, но опять же традиционно татары поддерживали Москву, то есть Джанибек дал ярлык на великое княжение, то есть на вот эту территорию, контролируемую татарами, что там будет представитель официальный татар, бей такой официальный, будет как раз вот Иван Красный. То есть Иван Красный это бей вот этих территорий автономных русских. При этом татары в целом Русь теряли, и это продолжалось и в 50-е годы. Теряли они Русь не от деятельности московских князей, о которых я много раз рассказываю, а от деятельности литовских князей, которые большей частью были наполовину белорусы. То есть фактически вот белорусы они освободили, так сказать, Русь от татар, а Москва уже подключилась довольно поздно к этому процессу и длительно воевала за татар. Это характерно было и для правления Ивана Красного. Альгерт, который тогда возглавлял литовцев, он во-первых добился переноса митрополии в Киев. Как я уже рассказывал, Альгерт по сведениям православных был православным, и скорее всего так и есть, потому что только немцы оспаривают, что он был православным, а немцам это выгодно, потому что язычники имели ниже статус. Вот Альгерт, будучи православным по всей видимости, и даже известное его имя в окрещении Александр, он добился, что в Киев, поскольку Киев контролировался Литвой, и Киев являлся традиционной столицей этих всех территорий, в Киев переехал митрополит православный. Потом Москва опять его из к себе вытягивала и так далее, за митрополита они боролись, но вот как раз в это время Альгерт митрополита получил к себе. Это означало, что церковь сейчас начнет поддерживать литовцев, естественно, на литовской территории. И это было в целом против Москвы. Как раз в 1956 году Альгерт захватил Брянское княжество и дошел до Можайска. То есть выбил татар из Брянска, из вот этих всех территорий, из Чернигова и так далее. В 1962 году он нанесет крупное поражение Альгерт татарам на Буге и так далее. То есть Альгерт татару сбешно бьет, Джанибек серьезных мер не может предпринять, его разбили фактически, поэтому Джанибек поддерживает традиционную Москву, которая уже является форпостом фактически татар, чтобы остановить вот это восстановление Руси, которую Литва предпринимает. Внутри московских бояр тоже идут конфликты. И рязанский князь начинает поддерживать Литву прямо или косвенно. То есть он формально рязанский князь в составе татар остается, а реально он начинает поддерживать Литву, потому что те как бы вот за освобождение православных и все такое. И вот эти вот конфликты с Рязанью, собственными боярами и так далее, они характерны для правления Ивана Красного. В общем, ничего не смог этот князь решить. И 13 ноября 1959 года, на шестом году правления, он умер в условиях уже определенного такого кризиса Москвы, наступления Литвы. Его сыном является известный Дмитрий Донской, который восстановит гегемонию Москвы. Ну, по крайней мере, вот на этих территориях Владимир Новгород, и о котором, естественно, много информации. Он такой хорошо известный Дмитрий Донской, и о нем еще поговорим. Но вот это его отец. И отец его, к сожалению, жил в тяжелое для Москвы время, может быть, и к счастью, когда почти все эти территории объединил он в тот момент Литва. Вот так вот.